Одно из самых главных и важных правил в шахматах это всегда мыслить на несколько шагов вперед. И не всегда важно количество вражеских фигур. Важно то, как вы будете действовать сообща. И только благодаря хорошей стратегии король будет побежден. Так и в военной стратегии. Несмотря на то, что Россия огромная страна с преимущественным количеством военных, в стратегии и разработках она значительно отстает. И чтобы еще более усиливать качество украинских технологий по всему миру, проводятся встречи, форумы, сайд-эвенты. Сегодня один из них в Варшаве, в здании Google Кампуса. Мы разработали средства радиоэлектронной разведки. Это платформа Defender. Евгений один из тех, кто создает компоненты для украинских дронов аэроразведки. Говорит, работы много. Не хватает рук и мест для производства. А вот что касается совершенства технологий, тут проблем нет. Это первый в своем классе дрон, который сплошь предназначен для радиоэлектронного наблюдения. Это более компактное решение для коптеров. Мы их называем кастрюлями, и это стационарные пеленгаторы. Все возможности для создания совместных предприятий американскими компаниями должны быть подготовлены. И если есть ограничения по переносу производств в Украину, то предприятия нужно делать там, где есть возможность. Как еще больше усилить сотрудничество и производство необходимых компонентов и технологий для Украины? Именно эта тема была в фокусе внимания в Варшаве. И что немаловажно, речь идет и об усилении украинской армии, и об экономическом сотрудничестве. Ведь эти два составляющих всегда должны идти плечом к плечу. На нас напала Российская Федерация. И мы вынуждены принимать во внимание, что Украина – это небольшая страна. Россия, к сожалению, огромна. И нам, как говорил замминистра Алекс Борняков, нужно иметь асимметричное преимущество. И именно это давление внешнее, и этот кризис, и война, угрозы нашей жизни повлекли за собой толчок к развитию. И Украина после победы будет самой опытной страной в вопросе милитаритех. У нас будет много специалистов в этой области. Речь идет о сотнях миллионов евро инвестиций. Это удовлетворяет потребности и инвесторов, и потребителя. Иными словами, полная синергия. Конечно, это очевидно, что украинские команды – первая к инвестициям. У них не только коммерческая мотивация, но есть и внутренняя мотивация – поддержать государство. Делать быстрее, лучше, более эффективно. Поддержка Украины в инновациях – это не только лишь о заработке, рассказал в интервью Фридом Марчин Новацкий. Он вице-президент Союза предпринимателей и работодателей Польши. Ведь все понимают – если не помогать Украине сегодня, завтра война придет в Европейский Союз. Прежде всего, сохранить Украину свободной. Свобода в Украине является нашим главным приоритетом здесь, в Польше. Но я думаю, что это общая задача для всей Европы и трансатлантического сотрудничества. Нам нужно сотрудничать во многих направлениях. Конечно, первое – это военная поддержка. Итак, оборона Украины, я согласен, это вызов не только политический, военный, но и экономический вопрос. Потому что ключевым моментом является обеспечение правильной цепочки поставок между европейскими партнерами, европейскими компаниями и Украиной. Понимание ситуации, поддержка Украины, инновации и технологии – это то, чем сейчас занимаются партнеры Украины. И несмотря на постоянные угрозы диктатора Путина в адрес стран Европейского Союза и Альянса НАТО, мир продолжает поддерживать Украину. Олег Борисов и Александр Шкот из Варшавы, Польши для телеканала Freedom.